Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тихеном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер! Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тихеном. Десятое место. Поздравляю, у нас новый момент. Вопрос. Кто по-твоему лучший партнер для караоке? Чингук сказал, караоке – это Тихен, он никогда не отложит свой микрофон. Тихен для Чингука не просто лучший партнер для караоке, он лучший партнер для всей его жизни. Постоянный и самый любимый. Все, Чингук, ждем тебя с твоим бойфрендом на караоке лайф после армии. Юнит и караоке с Тегу – это то, что мы будем всегда ждать. Чингук говорит о том, что с тех пор, как участники начали свои собственные проекты, у них не было возможности встретиться как следует. А теперь мы все дружно вспомним, что с начала сольной эры буквально Тегу были 24 на 7 месте. Девятое место. Это разве случайность? У Руби, девушки, которая была на фотках с Тихеном, есть старший брат Джордж Сия. Так вот, он является актером, режиссером, музыкантом, сценаристом и танцором. Также Джордж сыграл главную роль в американском подростковом ЛГБТ-романтическом сериале «Лав Виктор». Ну и к чему же я все это сказала? А к тому, что просто посмотрите сцену из сериала. Перевод момента. Ты боишься высоты? О нет, нет, это потрясающе, мне нравится это. Просто смотри на меня. Это разве очередное совпадение? А я вот так не думаю. Восьмое место. Любовь – это в беспорядочном хаосе найти возможность его обнять. Это так мило! Юнги звонит Чунгуку. Он не берет трубку. Тихен сказал. Ах, точно! Чунгук сейчас играет в игру. Хотите знать что-то о Чунгуке, начиная от местонахождения, заканчивая личными подробностями жизни? Спросите у Тихена. Чунгук так поддерживает Тихена и всегда терпелив к нему. Чунгук сказал. Скажи мне, когда ты будешь готов, я подожду. Ты готов? Тихен мило кивает головой. Чунгук сказал. Работай только с верхней частью тела, хорошо? Тихен ответил. Окей. Чунгук сказал. Ты можешь сделать это для меня? Чунгук намеревался сделать это ради Тихена. Он был решителен и старателен, чтобы произвести впечатление на Тихена. Чунгук предан людям, которых любят всем сердцем. Чунгук всегда все делает с любовью по отношению к Тихену. Даже если он в чем-то ошибается, это не значит, что он всегда виноват. Седьмое место. Для Чунгука Тихен всегда был безопасным местом, чтобы спать всегда рядышком с ним. Наверняка первым, кто услышал новую песню Тихена, был Чунгук, поскольку он сам говорил, что они с Тихена пересылают друг другу свои песни после их создания. Чунгук. Вопрос. Кто первым послушал Севэн? Ответ. Тихен. Я проиграл ему ее сначала, после записи. Мы посылаем друг другу наши песни, когда создаем их. Шестое место. То, как Тихен похлопал по груди Чунгука. Интересно, когда у Чунгука такое выражение на лице. Кто-то рискнет подойти к Тихену? Вообще, очень семейный момент. Тихен залипает в игре, абсолютно не обращая внимания ни на что, пока Чунгук разминает ему его больную ногу. Пятое место. У Биг Хит нет денег на стулья, и Тихену приходится сидеть на коленках своего бойфренда. Нужны ли здесь слова? Все и так понятно. Давайте немного отвлечемся. У нас есть новый контент с Чунгуком. Именно поэтому сегодняшний день праздник. Один канал опубликовал интервью с Чунгуком об участниках. Давайте выясним некоторые самых интересных вопросов, помимо того факта, что Чунгук хочет пойти в караоке с Тихеном. Вопрос. Кто душа вечеринки? Ответ Чунгука. Хасок Намджун Чунгук. Прошло так много времени с тех пор, как каждый участник начал заниматься своими собственными проектами. Я не думаю, что был бы какой-то шанс встретиться как следует. Думаю, у нас было что-то подобное, когда мы вместе путешествовали, чтобы снимать контент. Мы устроили вечеринку по случаю альбома Хасока вместе с другими участниками. Вопрос. Кто, скорее всего, расчувствуется на сцене? Ответ Чунгука. Чимин. Во время групповых концертов, когда я чувствую себя тронутым, я бы прослезился, потому что Чимин постоянно передавал чувства. Вопрос. Кто, скорее всего, будет самым большим перфекционистом? Ответ Чунгука. Это был бы я. Это ни в коем случае не означает, что я идеален. Я думаю, что всегда стремлюсь быть идеальным. Вопрос. Кто, скорее всего, резко запоет песню? Ответ Чунгука. Это Тихен. Я могу вспомнить несколько раз, когда он это делал. Он внезапно начинал петь в залах ожидания. Кажется, я помню, как он это делал. Вопрос. Кто, скорее всего, украдет еду другого участника? Ответ. Я. Я бы молча подошел и украл вилки, поел и вернулся. Вопрос. Кто, скорее всего, будет брать с собой много вещей во время путешествия? Ответ. Это я. Я бы взял с собой много косметики. На самом деле, Хасок тоже был бы очень продуманным. Он собирает вещи так, чтобы все соответствовало его общему образу. Вопрос. Кто самый большой модник? Ответ. Хасок. Я бы сказал, что у него больше всего одежды, которая ему очень подходит. И к тому же, он в ней очень хорошо выглядит. Вопрос. Кто наденет больше всего аксессуаров одновременно? Ответ. На самом деле, я не ношу так много аксессуаров в повседневной жизни. Но, возможно, из-за количества пирсинга на мне, или из-за пирсинга на губе, или из-за моих татуировок так может показаться. Но я не ношу их много одновременно. Подожди. Теперь, когда я думаю об этом, это я. Они оба крадут еду у друг друга и кормят друг друга. Чингук сказал, что не стоит попробовать читать рэп. Тихен ответил, что я читаю рэп. Тот факт, что их вкусы всегда одинаковые. Они поют в караоке постоянно. Любят веселиться всегда вместе. Одинаковые вкусовые предпочтения. Смотрят вместе фильмы, дорамы и мультики. Любят трот и разделяют буквально все вместе. Праздник продолжается. А затем Тихен пришел в инстаграм с обновлением. Тихен напоминает, что релиз клипа 15 марта. Четвертое место. Чингук и Тихен такие ревнивцы. Однажды Тихен сказал, что друзья не могут пользоваться одними палочками. На шучито Тихен использовал палочки Чингука. А редакторы подписали. Братья. Очень смешно. Чингук сказал, что ты не можешь почистить креветку другу. Тихен подтвердил, что ты не можешь очищать кожу креветки. Очищать креветку могут только их партнеры, никто другой. Или их партнеры не могут другим очищать креветку или отделять листья. Тихен, который чистит креветки для своего Чингука и кормит его с рук. Тихен сказал, что они использовали палочки, чтобы помочь друг другу разделить листья перилы. Я бы поругался со своими друзьями. Чингук и Тихен вместе говорят. Они отрывают один лист перилы, а затем держатся за руки. А потом влюбляются, делятся паролем от квартиры и женятся. Это хореография, где Чингук и Тихен помогают друг другу подняться после падения одного из них. Это просто вау! Эти слова Тихена нашутите о 2018 годе. Я до сих пор это помню. Я могу с уверенностью сказать, что увидев это, мы с Чингуком обрелись желание продолжать. И нам нужно мыслить более позитивно. Как жалко их здесь. Они выкладываются по полной и все ради фанатов. А те еще имеют совесть оскорблять парней. Третье место. Это поведение пары. Вы когда-нибудь обращали внимание, как именно Чингук сел рядом с Тихеном? Он абсолютно по-свойски скинул ногу, а Тихен даже головы не поднял. Это так по-семейному, когда вот такие вещи делаешь абсолютно автоматически. Помните концерт, когда Тихен повредил связки и не мог танцевать, проведя концерт на кресле, как на троне? Чингук тогда все переживал за его ногу и во всем ограничивал. Чингук сказал, Тихен, ты готов? Пожалуйста, работай только верхней частью тела. Я так люблю этот момент. Когда твой парень божественный, а ты лужица у его ног. Лицо Чингука просто ну такое явное. Похожий момент. Чингук, ну вот совершенно беспалевно, да? Второе место. Они так влюблены. Тихен однажды сказал, что они с Чингуком разыграли сценки, в которых они смотрят друг другу в глаза и влюбляются. Похоже, одна из сценок в итоге пошла не по плану и влюбились они по-настоящему. Первое место. Тот факт, что Тихен целовал Чингука в шраме к на щеке. Шрамы на теле и лице мужчины это очень волнующе. Шрамы украшают мужчину. Однозначно. Вспомните Чингука. Он очень красивый и сексуальный парень. То же самое касается его шрамов. Это очень сексуально и привлекательно. Если у мужчины на лице маленькая полоска, это так аппетитно, что вам сразу захочется ее поцеловать. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok